Вот вы думаете, чем вообще занимаются всякие популярные фифы? Вечно стоят у зеркала в туалете или раскапывают косметичку свою и выкладывают все в интернет? А секрет в том, что теперь это работа. Фотографии в белье из новой коллекции на ковре от нового бутика напольных покрытий или загорелые ножки в модных туфлях за 50 тысяч. Все это не от скуки селебрити публикуют и не ради демонстрации своей успешности. Тысяч сто рублей с одного такого поста получают звезды еще не забытого кем-то Дома-2, например. Дороже всего, но вполне реально пробиться в инстажизнь Ксении Собчак. Прикинуться ее любимой зубной пастой стоит от 250 тысяч до миллиона. Это в зависимости от того, удостоит ли она эту пасту хэштегом и пойдет ли ради фото с ней куда-нибудь. Иногда звезд ловят на обмане. Токсиня Бородина вдруг выдала за шоппинг в ГУМе поход на рынок. Только Бузова выложила вместо российского флаг Нидерландов. Тут же вспыхивают скандалы обсуждений на три дня. А все зачем? Чтобы прибыли новые подписчики и вместо 600 тысяч их стало 700. Ценник на рекламу вырастет незамедлительно. И следом за очередным фейлом аудитория увидит длиннейший рассказ о новом друге-диетологе или при милейшем ресторанчике, где любимая селебрити любит обедать, побывав там на самом деле один раз ради очередного снимка. Эксцентриссима. Эксцентриссима. Эксцентриссима.